Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футболота жизни и это продолжение нашей карьеры за Лестер Сити. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплея на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну и также мы продолжаем наш марафон видеороликов. Как только под этим роликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выпускаю следующий. Так что дерзайте! Итак, давайте посмотрим на сегодняшнее расписание. Как вы видите, у нас, во-первых, играющие в кубке Англии против Лидс Юнайтед, ну и посмотрим, с кем же еще нам предстоит сыграть. Тем более у нас трансферное окно открылось, но из таких прям трансферов мы вроде никого так до сих пор и не подписали. Ждем, когда заберут у нас Чудхури, и мы накопим денег на хорошего опорника. Норвич на выезде, на нейтральном стадионе с Лидсом, дома против Брайтона и на выезде против Манчестерина. Вот это вот действительно уже интересно. Мы Манчестера обыгрывали в финале Кубка Англии со счетом 1-0 в прошлом сезоне это было. Ну и таких топчиков тоже по ходу этого сезона мы обыгрывали, поэтому дай бог, что получится нам обыграть Манчестер Юнайтед. Ну что же, Норвич Сити против Лестера. Посмотрим на наш состав, кто готов, кто нет. Давайте сразу на всякий случай просто посмотрим, на каком месте идет Норвич, чтобы я уже от этого там отталкивался, мог ли я рисковать. Но они идут на 18-й строчке. Это зона вылета, поэтому немножечко можно ротировать состав. Посмотрим уже тут по готовности. Ну вместо Ананы Шмехель, Прайд вместо Телеманса. Гомеза также выпущу вместо Канате. Ну а вот таким составом мы выйдем. Варди в нападение с капитанской повязкой. Хотя нет, вроде Варди вообще же никогда не влезет, поэтому лучше отдадим ее Мэдисону. Вот 97 у нас командный дух. Норвич Сити против Лестера. Вы знаете для нас игра. Поехали. Итак, Кэрол Роуд. Норвич Сити принимает Лестер Сити. Это английская премьер-лига. Вторая строчка встречается против 18-й. Поехали. И все-таки мы забиваем. 94-я минута. Лестер Сити выходит вперед, забив с углового. Нидиди, кстати, в прошлом сезоне у нас тоже, если я не ошибаюсь, забивал с углового. Это буквально его был один гол в прошлом сезоне. Ну и вот, на 94-й минуте мы вырываем очень важную для нас победу в матче, в котором просто ничего не получалось. И вот стандарт. Очень хорошо Нидиди вылез из-под защитников. Ну и забил. И все. Финальный сысток. 1-0. Минимальная победа. Благодаря голу Нидиди мы выходим вперед. Очередная для нас победа в английской премьер-лиге. Ну и Нидиди, естественно, игрок матча. Итак, после 20-го тура мы все так же на второй строчке. Отставание до первого места в 10 очков. И лидерство над Манчестер Юнайтедом в 4 очка. Итак, у нас переговоры Анхелиньо. Так, все, завершились повторные переговоры. На 500 тысяч мы ему поднимаем зарплату. Да. Ну и до, получается, еще на 5 лет мы продлили с ним контракт. Чудхури. Чудхури тоже мы с ним продлили контракт. На 700 тысяч. Ну и, естественно, мы в любом случае, я надеюсь, здесь нет такого скрипта. Если мы переподписываем контракт, то сразу все интересы и, так сказать, выставка на трансфер обнуляются. Нет. По Варди пришло предложение от Манчестер Юнайтеда. Пока что мы отклоняем. И к нам присоединился Джан Луиджи Буфон. Мы его сразу в список для аренды выдаем. Как и Сантика Сору и Карлса Тевиза. Итак, Вернер перейдет в другой клуб. Пошли слухи, что Тима Вернер может перейти в атлетико. Атлетико Мадрид. Но это все же слухи. Сейчас у нас игра в Кубке Англии против Лидца. Они идут на 16-й строчке. Практически как уровень Норвича. Поэтому, ну, посмотрим. Это все-таки кубок. Дальше у нас игра против Брайтона. Вот. Ну, а далее игра против Манчестер Юнайтеда. Ну, давайте посмотрим, кого выпускать, кого нет. Вот таким заставом мы выходим. Вроде все нормально. Решил даже Варди поставить сегодня в старт снова. Хоть и в прошлом матче он не забил. Мне пришлось его в перерыве поменять. Здесь я даже убрал Тима Вернера из заявки на эту игру. Дав возможность моим таким нападающим Мартину Зуварди и Абрахаму, который, кстати, вроде Абрахам поехал или нет. Мне вот это вот интересно. Да, Абрахама я взял. Поэтому посмотрим, получится ли у этих парней пробить нам путевку в следующий раунд Кубка Англии. Поехали. Итак, Emirates Stadium мы в Лондоне. Лестер Сити против Лидс Юнайтеда. Матч Кубка Англии. Поехали. И отлично. Очень хорошая сейчас была передача, которая отрезала всю оборону лица. И вот Джейми Варди на 24-й минуте забивает гол. Очень редко такие матчи у нас происходили, когда или вроде вообще их не было, когда Джейми Варди был на поле и без капитанской повязки. Но это прошлая игра, к примеру, мы отдали капитанскую Мэдисону. Но здесь в этом матче мы могли дать капитанскую повязку Джейми Варди, потому что никто сильно там не добавлял, так сказать, командному духу для Лестер Сити. Поэтому в любом случае с капитанской повязкой у нас сейчас Тилиманс, а не Джейми Варди. Но все равно Варди вот забивает и понимает, что, скорее всего, для него этот сезон последний в Лестер Сити. Айозе Перес на Лаутаро Мартинеса. Мартинес. Пасом на Джейми Варди. А вот здесь вот хороший выход для Барнса. И Барнс. И Барнс делает счет 2-0. Что творит сегодня Джейми Варди? У него гол плюс пас. 66-я минута. Замечательно. И вот и Барнс у нас тоже проснулся. Напомню, именно этот парень нам принес титул Лиги Европы прошлого сезона, забив в финале ПСЖ. И тем самым добыв нам путевку в Лигу Чемпионов в этом уже сезоне. Ригелон очень хорошо сейчас отыграл. Снова Лаутаро Мартинес на Айозу Переса. Это 3-0. Ну как сейчас играет Лестер Сити? Ну просто невероятно. Какие комбинации проходят у этой команды. Ну вот смотрите. Ригелон дождался, когда Лаутаро Мартинес немножечко останется, не будет сильно забегать в штрафную. Получил аргентинец передачу от Ригелона и отдал на Айозу Переса, который забегал в штрафную. 3-0. Ребята молодцы. Айозу Переса на Тейми Абрахама. Здесь уже Джейми Варди и снова на Барнса. И в касание можно. Какой гол? Барнс забивает дубль. Дубль Барнса. Если я не ошибаюсь, это еще и дубль Джейми Варди по голевым передачам сегодня. Ну замечательно. И все. 4-0. Разгром от Лестер Сити. Алису Найтед вылетает из Кубка Англии. Дубль Барнса. Голы Айозу Переса и Джейми Варди приносят нам выход в следующий раунд. Ну и Варди, скорее всего, сейчас может стать игроком матча. Хотя и Барнс тоже неплохо себя показал. Да, Барнс 7,5 оценка. Но так же, как и у Варди. Но все равно Барнс игрок матча. Так, смотрим, с кем мы встретимся дальше. А дальше мы встретимся против Нью-Касла. И это, я так понимаю, четверть финал будет уже Кубка Англии. Итак, что по моей команде. Тима Вернера хотят подписать в Атлетикам Аддейт. Как мы помним, эти слухи уже в новостях были. Ну и все. В принципе, как-то вот так. Я правильно понимаю, если у нас здесь Варди сейчас в конце, то вот там Варди травму получил. У нас в перерыве там, да. Да. На одну неделю. Вот так вот. Очень обидно. А ведь именно против Брайтона сейчас я и хотел снова Варди выпустить в стартовом составе, чтобы у меня составчик немножко отдохнул перед игрой там дальше с Манчестер Юнатель. Которые идут, кстати, на третьей строчке. В принципе, их победа над нами ничего там по нам не стукнет. Но вот оторваться от них было бы замечательно. Так, ну Каспера Шмейхеля выпущу. Дам отдохнуть. Вот Ригелон опять с пиковой формы. Меня это немножечко напрягает. Хочу я выпустить Анхелине, но он не выходит. Гомес и Конате. Сегодня у нас в центральной зоне защиты. В опорочку выпускаю Диди. Ему в пару Прайта. Чуть хури так плоховато. Мэдисон с пиковой формой отлично. Айзу Перес не будет играть, как мы видим. Ну и давайте. Я даже не знаю. Абрахама с Вернером на всякий случай. Вот просто на всякий случай. Ну и Лаутара Мартинеза на скамейку запасных. Все. Капитанскую Мэдисону надо ему отдать в самом меню. Чтобы у него всегда она была. Лестер-Сити против Брайтона. Поехали. Это Кинг Пауэр Стэдиум. Лестер-Сити принимает Брайтон. Это английская премьер-лига. Поехали. И подача. Тэми Абрахам. 1-0. Все шикарно. 30-я минута. Именно под это, наверное, мы и выпускали Тэми Абрахама. Чтобы аккуратненько навесить в нужный момент и забить. И это практически прошло. Мы дождались, когда Абрахам уйдет там из офсайда. Вот здесь Брайт отлично на Регелона. Он здесь немножечко сместился. Но все равно остался на переднем плане для этой подачи. И все супер. 1-0. Мы снова забиваем первыми. И все. Заканчивается матч. У нас, кстати, очередная победа в английской премьер-лиге. Сегодня минимальная. И снова забито. Снова гол забитый в этом матче головой. Дидис у голового забил против Норвича. И вот сейчас Тэми Абрахам против Брайтона также отыграл. 7-5 у Абрахама оценка. Ну и после 21-го тура мы на 8 очков отстаем до Ливерпуля. Они сыграли там, скорее всего, в ничью. Ну и в 4 очка опережаем Манчестер Юнайтед. Итак, Фостер переходит из Пармы. Так. Да, из Пармы в Астон-Виллу за 5,5 миллионов. Лотар Мартинес может перейти в Барселону. После того, как, конечно, там забивал им голов в групповом этапе. Ну, это все слухи, естественно, мы... Так, какое прозвище он получил? Гном. Вот тогда, наверное, прям как с Леной Лемес сейчас соединиться может. Играем мы сейчас против Манчестера Юнайтеда на выезде. На Олд Траффорде мы играли с ними в прошлом сезоне со счетом 2-2. Мы ввели 2-0. Но главное сейчас, чтобы все было хорошо у нас по настрою. Так, ну вот Канат Энис играет. Ну, выйдет Саюнсу. Так, с Капитанской сразу Мэдисон. Ну и все, в принципе. На Сварде еще 4 дня в лазарете. Вроде ребята все немножко, конечно, подуставшие. Но надеюсь, нам поможет хоть что-то выиграть Манчестер Юнайтеда на выезде. Верим. М.Ю Лестер. Поехали. Итак, Олд Траффорд Манчестер Юнайтед против Лестер. Сити. Это английская премьер-лига. Очень важный для нас матч. Вторая строчка играет против третий. Поехали. Так, ну здесь Вернер мог сейчас неплохо обокрасть Поль Погбу. Но вот не получилось. Вот обязательно надо было на Вернера давать. Почему Лаутар Мартинос не мог пойти в этот отбор? Вот это вот автонаведение немножко меня подбешивает. Ну и 1-0, конечно же. После этого момента, когда вот это вот автонаведение сейчас было, вот этот штрафной из-за офсайда, естественно, забивает Манчестер Юнайтед сразу же. Ковани 1-0. Все понятно. И вот хороший момент. Чингиз Ундер забивает гол. Отлично. 72-ая минута. 1-1. Сравниваем счет. Но здесь просто все куда-то так пролетели. Я сейчас просто надеюсь, что дай бог это что-то пройдет. Телеманца здесь хорошо. Я думаю сейчас, не дай бог, еще Ундер почему-то под правую решил 7 мяч так убирать. И пробил с правой. Надо было ему с рабочей левой сразу в дальний угол пробивать. Но что-то вот не получилось, не пошло. Забил с правой, слава богу. И все, заканчивается матч. Мы снова не можем выиграть на Олд Рафарде, к сожалению. И в этом сезоне ничья. Но хотя бы так. Хотя бы не проиграли, слава богу. Потому что Манчестеру мы могли. У Манчестера единственный, как видите, удар в створ был в этом матче. Мы тоже недалеко ушли. Но более-менее моментов мы-то создавали возле ворот соперника. После 22-го тура мы отстаем до Ливерпуля в 7 очков. Они проиграли, кстати, уже второй раз, как вы видите. Так что нам надо было сегодня обязательно побеждать Манчестер. Уменьшать преимущество Ливерпуля над нами. Но у нас все так же лидерство над МЮ в 4 очка. Итак, важнейший трансфер за барный. Переходит из Динамо Киев в Шеффилд Юнайтед за 30 миллионов. Вот тогда Варди вернулся в строй, как я понимаю. Ну и все. Да, Варди полностью быстро. Так, ну значит, Варди мы сюда сразу ставим, чтобы не забыть про него. Варди даже вот так вот. И Мэдисону сразу капитанскую дадим. На этом все, ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жидану на встречу, друзья. Всем до свидания.